Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами будет реакция на Джулию Майклс. Джулию Майклс я очень люблю в плане, знаете, это такая очень тёплая какая-то и родная любовь, потому что Джулия Майклс, она очень талантливая и очень душевная исполнительница. Её треки War It Time с Найлом Хорном, её трек Issues, абсолютный хит, её трек Экзайри из Селены Гомес, её треки такие как, господи, да даже саундтрек к Ральфу против интернета 2 in this place стал моим практически гимном возвращения домой после того, как я в прошлом году ездил на зимние каникулы и смотрел Ральф против интернета и там в конце заиграл этот трек. И теперь это у меня прочно ассоциируется с домом трек. Когда у меня вообще в принципе с Джулией Майклс такие опять же тёплые отношения, потому что несмотря на то, что я её мало слушаю, люблю я её очень. Во-первых, её два мини-альбома, которые один вроде как даже считается альбомом. То есть это Inner Monologue Part 1 и Inner Monologue Part 2. И они очень крутые в плане они уютные, они такие, знаете, именно ламповые, комнатные, какие-то вот очень тёплые и спокойные, возможно. Несмотря на то, что, допустим, в Inner Monologue Part 1 есть трек Into You, он всё равно очень мягкий. То есть нет такого ощущения, как будто Джулия Майклс играется с электроникой жёстко, да, или пытается в какой-то очень такой басовый поп войти, что в EDM. Бывают, конечно, эксперименты, когда она идёт к таким ребятам, как Clean Bandit, возможно, у них есть крутой трек Miss You, I Miss You. Вот. Или опять же тот же самый In This Place к Ральфу. Но всё равно у неё, конкретно у Джулии, я смотрю просто на обложку нового сингла, и у неё всё творчество покрыто таким вот, такой вот какой-то, знаете, бежевой простынёй. И мне очень нравится то, как её музыка звучит. Плюс она очень талантливый синграйтер, она пишет песни для Селены Гомес, и там даже в некоторых моментах можно услышать на Rare её вроде как вокал, да, в песне Fun, возможно. И там даже слышно, вот когда Джулия пишет для кого-то песню, зачастую слышно руку Джулии Майклс. Это всё очень круто, приятно, я люблю её, опять же. И я рад, что у меня наконец-то появился повод затронуть её на этом канале. Повод был, это был сингл Lie Like This, но я почему-то его пропустил, я не помню почему. Тогда я, возможно, был загружен огромным количеством других новинок, но сейчас я уже не могу терпеть. И несмотря на то, что на этот трек клипа ещё нет, мы с вами всё равно его послушаем. И этот трек называется All Your Axies, все твои бывшие. Обложка, ребят, обложка очень интригующая. Я так понимаю, это всё-таки кадр с клипа, вот. Когда клип будет, я не знаю. Реакции, скорее всего, на него отдельно не будет. Я там чекнул, там вроде как только лирик видео есть, но это несерьёзно. Вот, для реакции нет смысла смотреть лирик видео, поэтому мы будем с вами слушать песню. Очень круто, она сейчас поменяла цвет волос, и я просто жду, когда-то наконец-то доберётся до каких-то новых вершин. Так как это те люди, которые пишут песни для других, вот что Биби Рекса, что, опять же, Джулия Майклс, они пишут песни для других, они пишут абсолютные хиты. Но когда дело доходит до их собственного творчества, каким бы оно крутым ни было, что у Биби Рекса просто восхитительный альбом Expectations, что у Джулии Майклс восхитительных два мини-альбома Inner Monologue. Но хиты там не водятся практически. То есть очень редко можно увидеть, чтобы были какие-то топы, в топах была Джулия Майклс или Биби Рекса, только если это какая-то суперкрутая песня, которая каким-то чудом выбилась. И я не говорю, что эти песни не крутые, просто хочу сказать, что несмотря на всю восхитительность их творчества, и я это творчество очень люблю, хитов, к сожалению, у них мало. Я хотел бы им больше успеха, чтобы они трудились, получали свои заслуги, получали свои деньги, награды, достижения и прочее. К слову, о наградах Джулия Майклс даже была номинирована на Грэмми в этом году с песней If the World Was Ending, которую к моему стыду я не слушал. Но все-таки все еще впереди. Что я могу вам сказать? Мы уже с вами 4,5 минуты, практически 5 минут обсуждаем. А все потому, что у меня есть, что обсудить. Джулия Майклс впервые вроде как на моем канале, поэтому почему бы не позволить себе поговорить. Итак, трек All Your Axies. Это какая-то кантри-вещица. Очень такой, знаете, очень, прошу прощения, очень кантри-вайб. Ну, возможно, это все очень такие клишированные какие-то, да, приемы, когда гитарка такая, брончащая, голос, то есть больше похоже на балладу, которая, скорее всего, сейчас еще подключится к каким-нибудь, знаете, вот эти вот гармошки и прочее-прочее, и начнется вот там... И вот эта гитарка, знаете... То есть, как будто кантри-песня. Ну, блин, по обложке не скажешь, что это кантри-песня. Давайте послушаем, что мы на самом деле. Что? Что? Вы слышали? I wanna live... Вот, вы послушайте, стойте. Я хочу жить в мире, где все твои бывшие мертвы. Я сейчас смотрю на эту обложку, где она с бензопилой. Let's listen. Да-да-да, я не могу дослушать этот припев пока что. Я хочу сказать, что я не ожидал почему-то такого поворота в... Дальше давай. Мне интересно, что там, бомбанет дальше или не бомбанет? Опа! Слушайте, мне нравится песня. Мне нравится песня. Я имею в виду, что сначала мне показалось, что она довольно... Ну, она слишком какая-то спокойная. И опять же, я говорил про то, что вот творчество Джулии Майклс окутано каким-то таким покрывалом, таким бежевым, да? Что вот все какое-то приглушенное, все очень мягкое, какое-то легкое, совершенно незапыленное. Не знаю, как объяснить. И тут... То есть, понимаете, да, что здесь какая-то вот такая штука интересная. Эта ситуация, она меня радует. В общем, мне нравится, что Джулия Майклс, она как бы... У нее есть такие бэнгеры, есть такие бэнгеры. Просто для меня ее творчество в основном именно в таких красках. И когда я получаю такое мясо, это уже мясо в рамках ее творчества, я считаю. Давайте дальше, это только полпесни. О, Бридж! Вау! Вау! Дисторшн такой какой-то. Мне просто нравилось, что там гитара. И там, знаете, вот такой звук, как будто вот микрофон близко поднесли, и он начинает. Гудеть вот это вот. Слышите? Вот. Вау! Еще и заканчивается так, знаете. Оп, и все. Ну что, мы с вами прослушали новый трек Джулии Майклс. Хочу сказать, что для ее мягкого голоса, для ее очень такого, знаете, очень мягкого, именно вот что мягкого голоса, такие треки не совсем подходят. Но то, как сыграло это все на контрасте, мне нравится. И, в целом, я думаю, что я еще буду его слушать. То есть, по первому прослушиванию могу сказать, что это трек, который я себе отложил в голове. То есть, он, возможно, для меня станет чем-то большим, чем просто вот, ну, для реакции, там, послушать. Здорово, круто, задокументировал, что я слушал этот трек, да, потому что очень часто бывает так, что я какие-то треки слушаю на реакции и потом больше к ним не прикасаюсь. Это, конечно, можно приравнять к обычному прослушиванию в оффлайне, но просто есть треки, которые я не могу на реакции не послушать. Я хочу, чтобы это было задокументировано, так как этих исполнителей я люблю. И некоторые даже не бывали на моем канале ни разу, поэтому нужно как-то их здесь все-таки отметить. Вот. Но этот трек, я думаю, будет мной слушаться. Плюс мне нравится посыл. Мне очень импонирует то, как Джулия Майклс выглядит на обложке и то, как она двигается вперед. Не знаю, когда у нее будет альбом, но я его жду. Определенно жду альбом. И хочу увидеть клип. Потому что, судя по всему, там что-то будет интересное. Я не знаю, будет ли там много всего такого, знаете, вот, разбрызгивания крови и какой-то месиво, возможно. Я не знаю, кого она там собирается килл, да, потому что она-то собирается убить воспоминания там. Но, кто знает, с Бенз Белой она там не зря стоит. Джулия Майклс желаю всего самого наилучшего, потому что она действительно заслуживает этого. То есть, есть артисты, которых недооценивают. Ну, вот, катастрофически недооценивают. Вот, Джулия Майклс одна из таких. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки будут еще моменты, когда она проклемит на весь мир своими хитами. Вот. Этот трек приятный, здоровский. Мне нравится, что у него есть развитие. Мне нравится, что он в какой-то момент меняет свое мнение о себе и начинает совершенно с других нот. Поэтому здорово. Вот так вот. Пишите свое мнение по поводу этого трека в комментариях. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.